Атаваихсан представляет Закрываем двери перед людьми, чтобы не разоблачили они наши недостатки. Но бесполезно закрывать двери и укрываться в тайном мире от ведущего тайное и явное. Будь добродетелен, чтобы зложелатель не имел основания говорить о твоих пороках. Воистину благоденствие следует за бедствием. Цветы деревьев то распускаются, то увядают, дерево то обнажается, то покрывается листьями. Когда нет мирских благ, мы страдаем, но когда они есть, мы скованы привязанностью к ним. Нет бедствия более смущающего, чем блага мирские, ибо и наличие, и отсутствие их скорби для души. Если ты хочешь богатства, то стремись к довольству малым, ибо оно – величайшее достояние. Если богач наполнит твою полу золотом, не обольщайся его благотворительностью, ибо часто я слышал от великих мужей, что нетребовательность дервиша лучше, чем щедрость богача. Дурная жена в доме доброго мужчины, уже на этом свете ад для него. О, берегись, дурной супруги, береги нас, Господи, от мучений ада. Ученый тот, кто не совершает дурных дел, а не тот, кто поучает людей, а сам не поступает так. Вы поучаете людей добру, но сами забываете это. Ученый, который стремится к благоденствию и чревоугодию, сам в заблуждении. Кому же он может указать правый путь? О, сынок, из-за пустой мысли не следует отворачиваться от поучения наставников и обвинять всех ученых в заблуждении. И в поисках праведного ученого лишиться пользы науки, подобно тому слепцу, который, упав однажды ночью в грязь, говорил. «О, мусульмане, посвятите мне, наконец!» Какая-то насмешница воскликнула. «Ты не видишь фонаря, что же ты разглядишь при фонаре?» Так и внимание проповедям, подобно посещению лавки торговца. В ней не получишь товара, пока не отдашь наличных монет. А там, пока не проявишь истинной веры, не обретешь душевного блаженства. «Внимай речам ученого ухом души, хотя бы его поступки не походили на его речи. Бессмысленно то, что говорит хулитель, ибо как может разбудить спящего спящий? Человек должен внимать наставлению, даже если оно написано на стене». «Истинная сущность, живое сердце и умерщвленные страсти. Но не дервиш тот, кто в стороне от людей сидит у дверей притязания. И если кто-нибудь станет перечить ему, он вступает с ним в драку. «Если катится с горы вниз жернов, тот не мудрец, кто сойдет с пути жернова». Образ жизни дервишей – славословие и благодарение Аллаха, услужение и повиновение, самопожертвование и довольство малым. Исповедание единства Божие и упование на Него, покорность и терпение. Тот, кто обладает этими свойствами, воистину дервиш, хотя бы он носил мирскую кабу. Но беспутный, не творящий молитвы поклонник похоти и вожделений, коротающий свои дни, как ночи в узах страстей, а ночи, как дни, во сне беспечности, пожирающий все, что попало, высказывающий все, что придет на язык, он – развратник, хотя и одет в суфийское рубище. «О ты! Чье нутро лишено благочестие, а снаружи у тебя одежда лицемерия. Не закрывай свои двери семицветными занавесками. Ты, у которого в доме только циновка». Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!